Охотники за старинными иконами под видом работников пенсионного фонда грабят и убивают пенсионеров в глухих деревнях. Как рассказали жители деревни Русениха, Воскресенского района, накануне четверо крепких мужчин ходили по деревне и представлялись сотрудниками пенсионного фонда. А на следующий день Анатолий и Нина Макарова были найдены зверски убитыми в своем доме. Сзади стреляли ему и все черепа снесли, а ей говорят в бок ткнули, руку сломали и перерезали горло. Вот это вот их дом. Свет был выключен, дверь была закрыта. Он в зале был, а она на кухне, не с лицом лежала. Ну иконы взяли, да, у них был иконостас большой, оставили современные такие маленькие иконы, а иконы все забрали. Предположений никаких абсолютно. Они очень осторожные люди были, что просто так к ним вот пришел, такого не было. Я бы не сказала, что широкая публика об этом знала, что вот не каждый знал, что тут у них этот иконостас резной такой большой. Потому что сказали деньги у них, золото это все дома, а иконы вот нет. Еще деньги где-то тут были, так вроде не взяты, кольца лежали, они вот не больно давно. В церкви-то венчались, так тоже не взято. Ходили в Осташки, в той деревне, да, представляли, что они из пенсионного фонда. Ну это только какие-то отморозки могли. Конечно, заранее нам все подготовлено, посмотрели, где что хранится. Это вообще кошмар. Они никому не делали зла, всем помогали. Как узнали, всех трясло, прямо не знаю, как, всю деревню. В страхе находятся все, конечно, все в оцепенении, все в ужасе. Ну сейчас все в домах закрываются, даже старухи, даже в нашей Осташки. Чуть кто идет, посторонние все в окна смотрят. Никто не выходит, все сидят по домам, и никто. По улице вот даже никто не пройдет. Сидим на запорах вообще, я уже, у меня паранойя началась, я уже говорю, надо даже окна заколать. Вот понимаете, это значит человеческая жизнь, копейки не стоят. В пенсионном фонде заявили, что никогда их сотрудники по квартирам и домам не ходят. Вот уже много лет, я говорю, везде, в средствах массовой информации, на телевидении, сотрудники пенсионного фонда никогда не ходили, не ходят и не будут ходить по домам. Понимаете? У нас, мы не имеем права этого делать. Мы работаем в своих офисах, к нам приходят. Можете смело вызывать милицию, когда представляется работником пенсионного фонда.